Всем привет, меня зовут Серега Романович. Я исследую природу человеческого счастья, а потом я предприниматель, потом я актер, путешественник и, дай бог, буду писателем. И я здесь для проекта «Вместе». Я жил в одном городе, я родом из Томска, поэтому все детство до 17 лет я провел там. Соответственно, там учился, там впервые начал выступать на сцене, познакомился с КВН. Я начал выступать-то еще дома, перед родителями, и потом как-то все это переросло в КВН, в окружные конкурсы разные. А так, я с детства, да, любил внимание, мне кажется, был таким очень чисто любимым, так сказать. Ну, короче, везде, где только можно было, я пытался быть в каждой бочке затычкой, компенсировал свой маленький рост своим раздутым эго. И пытался везде, чтобы все меня там любили, хвалили, обращали на меня внимание, поэтому вот мне этого не хватало в детстве, наверное. Поэтому я так активно везде пытался принять участие. Я был популярен с точки зрения, а, Серега Романович, как-то так, наверное. Если говорить про популярность у девочек, то ее у меня не было как таковой, потому что я был ростом 140, там вообще очень маленький. И вот на фотках даже, когда школьный альбом смотрю, это просто жесть. Вот там стоят уже ребята вот такие, потом бах, вот так кадр уходит, и там я стою. И поэтому у меня с девчонками в этом смысле всегда проблема была в школе. Поэтому меня это всегда бесило. Со мной особо не дружили, потому что я был мелкий. И поэтому, но при этом я знал, как бы, в чем моя сила, так сказать, и за счет этого пытался восполнить это. Поэтому отношение было нормально, просто такой душа компании везде. Сережа тут, Сережа там, Сережа здесь. Вот, вот, просто веселый, шутливый парень, так сказать. У меня был друг с детского сада один. Мы с ним дружили долго. Потом он связался там с такой не очень хорошей компанией, и наши пути разошлись. Где-то там с 14 лет мы перестали дружить. Но в это же время я познакомился с другим человеком, с которым мы дружим по сей день. И вот он сейчас здесь, в Москве. И вот уже почти дружба получается у нас 13 лет. И все. То есть еще один есть там тоже наш близкий товарищ, друг. Но я в этом смысле такой, как бы, однолюб, можно сказать. Поэтому вот я говорю, у меня круг общения, это вот сейчас, это я и Шамиль. И все. И больше какие-то просто случайные появляются, знакомые, связи, просто есть там товарищи по работе, коллеги. Но чтобы прямо сказать, вот, друг, то нет, это в этом смысле, я говорю, у меня вот все, как бы, консервативно очень. Поэтому я вот с Томска как дружу, так и дружу по сей день. Общие цели, ценности, все общее. В принципе, уже как будто бы одна просто нервная система на двоих. Какие-то события у нас случаются. Там у меня где-то просад, например, по финансам может быть. И у него упадок. Там у меня упадок силы, у него упадок. Я там вдохновлен, и он вдохновлен. То есть у нас как будто бы уже мы, как бы, как сказано, друг – это душа, поделенная на двоих. Вот это из этой серии. А так, мы в школе как-то вот, я говорю, сконнектились. У нас было одно отношение к алкоголю, ко всему. Мы там, я до 20 лет вообще не пробовал алкоголь, не употреблял. И мы всех гнобили, кто пил. Всех одноклассников там. И потом, когда я учился в университете, я просто реально этих людей презирал. Вот прям, ну, ненавидел. И поэтому каждый раз, когда кто-то набухивался, нас никуда не звали, во-первых, на дни рождения. Потому что мы каждый раз начинали угорать вдвоем. И никто не понимал, над чем мы угораем. И это всех жутко бесило. Поэтому нас в какой-то момент перестали звать на днюхи, там, на какие-то встречи. Ну, и мы вот как два отшельника вечно скитались. Ну, вот, и потому что мы постоянно всех осуждали, пилили. Типа, как вы можете, там, курить, там, пить и так далее. Вот мы такие очень были моралисты. Я пробовал, да, у меня там в 14, наверное, лет тоже где-то так, в 13-14 я курил, пробовал сигареты. Мы там за стройкой даже окурки докуривали, то есть настолько все было. Но это было все так, то есть побаловаться чисто. Я покурил, можно сказать, полгода, наверное, и потом это оставил. Когда меня родители спалили, и как бы у меня сжалось одно место, я понял, что игра не стоит свеч. А так был просто очень смешной момент. Это был 1 сентября, и мы вот как раз с другом, который в итоге потом связался с плохой компанией, мы с ним пошли в магазин, типа, 1 сентября, и там, и ты уже взрослый. И мы заходим в магазин, покупаем у нас шоколадки, которые нам дали на 1 сентября, мы покупаем сигареты и полторашку пива. И такие, типа, мы взрослые. Выходим из магазина, только поворачиваем за угол и видим, как идет его мама. Обратно забегаем из магазина, он говорит, короче, выкини сигареты и пиво из пакета и сиди здесь. А я стою, у меня стресс, у меня паника, там шоколадки, пиво, сигареты. И я вместо того, чтобы выкинуть пиво и сигареты, я стою и просто весь пакет выбрасываю в кусты. И сижу, типа, я такой не при делах. И приходит его мама и говорит, где пакет, типа, что в пакете? И я такой, какой пакет? Нет никого пакета. Она перешагивает через забор, идет в эти кусты, достает оттуда пакет, там пиво, сигареты, шоколадки. Короче, реально набор на 1 сентября, просто отличника. И все, у меня жуткий стресс. Ну, вот я тогда сел на панику, я говорю, и потом уже звонил, когда ждал, что приедут родители. И я позвонил, там, в слезах раскаялся, сказал, что это было всего лишь чуть-чуть. Хотя, на самом деле, я там полгода курил, но я сказал, это вот только один раз. И нас там, типа, его мама спалила, но я больше не буду и так далее. Ну и все, и после этого реально я, вот, был период, когда я вообще не прикасался ни к сигаретам, ни к алкоголю. Мне это все нравилось другим, а не нравилось. Я понимал, что люди на это смотрят. Меня это, конечно, это по мозгам било. То есть, когда тебе отказывают, или ты подходишь к девчонке, как бы она выше тебя, и это немного такой, ну, даже уже в возрасте, когда мне было 20 лет, мне, например, было неудобно с кем-то знакомить, кто выше меня. Просто потому, что я думал, что, типа, я слишком низкий для этого человека. Поэтому такие комплексы у меня были в детстве, да. Я чувствовал себя комфортно в сетях. В сетях я был просто герой. Я мог что угодно написать, красиво сказать. Потом в жизни мне люди постоянно говорили, ты там такой, а здесь ты вообще другой. Поэтому я смелый был только в интернете. Вот интернет-герой, это про меня, наверное. Именно что касается общения с девушками раньше. Вот, когда ты на себя в зеркало смотришь, ты же не думаешь, ой, блин, рост там маленький. Ты начинаешь об этом думать только, когда в сравнении с какой-то большой девочкой или большим мальчиком ты видишь, он уже, блин, нифига я низкий, вот этот дылд. Поэтому, ну, как бы в зеркало это не видно, там особо не с кем сравнивать. Поэтому, когда я смотрел в зеркало, мне, да, все нравилось. Я себя особо никогда там не гнобил за что-то. То есть мне было все окей. Ну, в детстве, конечно, я понимал, что я маленького роста, и мы даже к врачу ходили, там, гормон роста мне ставили одно время. И, может быть, только благодаря этому я подрос, там, потом скачок сделал до метра 65. А так я вот реально метр сорок был до девятого класса, наверное, до восьмого. Это вообще жесть была. Ну, типа, очень неприятно. Поэтому я даже не знаю. То есть у меня до сих пор, наверное, такие мысли остались, мне кажется. Я не могу сказать, что я на сто процентов от этого избавился. То есть если бы мне сейчас предстояло знакомиться с кем-то с целью, например, ну, каких-то отношений, то я бы, наверное, думал, блин, я, наверное, слишком низкий для этого человек. Мне на это плевать. То есть поскольку у меня, я говорю, узкий круг общения, у меня, в принципе, нет такой потребности, чтобы как-то это с этим бороться, там, или еще что-то. Я в какой-то момент просто на это забил. И все. Как обычно это бывает, в школе была первая, там, у меня было, наверное, сколько, лет 13, когда я там, типа, влюбился, и все. Но это вот тот период, я говорю, такого токсикоза, когда ты просто в облаках, ты идеализируешь максимально этого персонажа, и ты думаешь, на тебя посмотрели, и ты там вообще просто уходишь, там тебя обняли, ты выходишь из подъезда, и такой прыгаешь радостный, и еще не понимаешь, что там на тебя вообще плевать. То есть такой период у меня был, да. Ну, там, я говорю, это очень забавная история, она там длилась, наверное, года два примерно. Из-за того, что так сильно был обижен, то, что об меня, типа, вытирали ноги, мы даже подрались потом с этой девочкой. То есть у меня даже такое было. Это вообще в детстве я вот понял, наверное, вот лет с десяти, потому что я уже, как я сказал, я пытался постоянно там как-то выступать, принимать участие в КВНе, в сценках. Я с детства, в принципе, знал, что сцена – это мое, хочу выступать, хочу внимания, там, эффект вау вызывать в людях и так далее. Поэтому я уже лет с десяти точно знал, что я буду актером. Вот, а потом уже, там, с двадцати лет, например, и до сих пор, там, все семь лет, я думал, ага, окей, а кем же мне теперь стать, что же мне теперь делать, в каком же направлении дальше развиваться. Но если говорить про первоначальный этап, то, да, это лет десять, наверное. Да, это была такая убежденность и видение железное. То есть у меня, я изначально думал так, так, короче, поеду в Москву, а потом за Оскаром. И мне почему-то это вообще не вызывало во мне никаких сомнений. То есть настолько я был в этом убежден, как вот, например, я, например, привожу Саша Петров, как-то тоже в интервью Дудя об этом говорил, а над ним потом угорали там Бурунов, еще кто-то ржали, типа, Саша Петров, Оскар, типа, ха-ха-хи-хи. Хотя я понимаю, если, то есть я понимаю, о чем он говорит. То есть когда у тебя есть вот эта убежденность внутренняя, ты как будто, я не знаю, ну вот просто знаешь это. У тебя нет даже поводов и причин для того, чтобы сомневаться в этом. Поэтому я говорю, у меня вот была какая-то непоколебимая уверенность с детства. Я точно знал, что поеду, снимусь с Безруковым, стану актером, там, начну сниматься, потом поеду в Америку и так далее, и так далее. И как-то все реально так складывалось. У нас даже один из проектов, там, Чернобыль снимался в Америке. То есть мы ездили туда, и мне там местные гримеры говорили, чувак, оставайся, ты должен, типа, сниматься здесь. Но я потом уехал в Москву, а потом, ну, когда у меня там жизнь поменяла ход, я уже перестал об этом думать, да, там, за Оскаром поехать и так далее. Но я говорю, с детства и до момента, пока это не стало реальностью, именно кино в России, я был прям железно убежден, что у меня это будет. И я не допускал мысль о том, что это невозможно. То есть это, я говорю, какое-то вот просто видение, какая-то тупая уверенность такая, что, ну, смогу и все, и точка, типа. И кто бы что ни говорил, было вообще плевать. У меня было несколько периодов. Во-первых, один из, когда я начал отказываться от первых своих проектов, перестал там сниматься так активно. И у меня была жесткая депрессия, потому что я вообще не знал, чем заниматься. И из-за того, что я просто всю свою жизнь посвятил только одному ремеслу, то в момент, когда я начал думать о чем-то другом, я понял, что я такой тупой, вообще ничего не умею больше. И это для меня было, ну, стрессом, потому что я не понимал, как себя элементарно обеспечивать, в каком направлении развиваться. Неужели я раб там своей профессии, да, то есть только лицом и могу торговать. И вот это меня жестко бесило. И потом были просто семь лет, кстати, поисков, тренингов, книг, когда я просто реально с нуля себя пытался создать. И только сейчас, там последние, например, два года, я могу себе там позволить не сниматься, как это было раньше. Потому что есть уже другие вещи, которыми я занимаюсь там, именно в предпринимательстве, там, в одежде и так далее. Но раньше для меня это был шок. И я говорю, вот, когда ты в 20 лет начинаешь себя заново создавать и новому чему-то обучаться, это очень тяжело. Особенно, когда тебя здесь прям манят и зовут, и приглашают. И это, конечно, для меня была тяжелая внутренняя работа, чтобы каждый раз отказываться от нового проекта. Это было очень тяжко. Но, как сказано поистине, за каждой трудностью наступает облегчение. И после каждой ночи наступает день, а после каждого дня наступает ночь. Поэтому это цикл жизни, который всегда есть. Как говорится, даже в природе это знамение день-ночь, там, прилив-отлив. Если бы всегда был прилив, было бы наводнение, да, было бы цунами. Поэтому все в жизни циклично. Я понимаю, что любой момент, который есть плохой, за ним по-любому будет момент хороший. Просто потому, что это закон. Так устроена жизнь. И надо просто перетерпеть. Перетерпеть, взять себя в руки и просто, несмотря ни на что, дальше топить в направлении своей цели. С родителями, я говорю, у меня были всегда как-то нормальные отношения, более-менее. Да, там я с мамой где-то мог кусаться, отстаивать свою позицию. А там спорить с родителями тоже мог. Особенно, когда у меня там стал вопрос касаемо, там, моих личных убеждений, моей идеологии. У меня вот здесь было сильное столкновение с родителями. Но это тоже со временем все проходило. Поэтому каких-то прям жестких конфликтов в семье не было. То есть я не из тех, кто там с родителями на матах там разговаривал или как-то мог послать. Такого у нас, слава богу, никогда не было дома. Там были свои трудности. Там у меня там в взаимопонимании там с отцом где-то. Потому что у меня отец такой, который все любит контролировать. И поэтому, когда я ему перечил, а я любил перечить, я постоянно ему нерв срывал. И мы постоянно из-за этого конфликтовали с ним. Ну, точнее, как бы я с ним конфликтовал, а он бесился на это. Но как-то мы вот сейчас нормально общаемся. И все как бы не домолвки и какие-то там обиды. И детство мы их уже в осознанном возрасте подняли, высказали друг другу, кто, где, кому, что было неприятно. Ну, и как-то наладили отношения. Ну, и когда у меня было одно время, когда я там отца осуждал очень сильно, когда он с мамой, они развелись. Там у меня где-то в 15 лет, получается, отец ушел из семьи. У него другая семья. Но мы при этом общаемся, то есть все нормально. Но вот на тот момент, когда я был совсем мелкий, такой максималист, когда я узнал, я там прям рвала металл и очень долго с ним не общался. Ну, типа такой поддерживал маму в этом смысле. А потом уже со временем как бы все наладилось. Я просто так же и маме сказал, говорю, слушай, ну, типа я не могу не общаться. Это там отец, да, поэтому это неправильно, если мы не будем родственные связи поддерживать. Ну, и как-то все раз-раз со временем у нее обида прошла, там отношения наладились, у меня с ним наладились, и как-то норм. Но был период такой, да, накаленный в отношениях, скажем так. Как раз вот 15-18 лет. Здесь надо понять, что, хоть это и сложно, но осуждать бесполезно, потому что в основе своей любой человек способен совершить тот или иной поступок. Абсолютно любой. Но не поделили что-то, да, родители. Как бы это не самое страшное, что может быть в жизни. Поэтому здесь невозможно это так по щелчку сказать. Все, я все понял, иду там со всеми общаться. Это тяжелая внутренняя работа над собой. И если родитель себя ведет плохо, для тебя это в первую очередь показатель, как не надо делать. А как бы ты это еще понял, если бы не путем жизненного примера? Я равнялся на уровень их мастерства. Мне нравилось, как перевоплощается там Том Харди, нравится, как играл Кристин Бэйл, нравилось, как Дэнил Дель Юис снимался. Я на них смотрел, и они для меня были кумирами именно в кино, но не в жизни. То есть они для меня были просто вот как надо играть роль, скажем так. А в жизни какие-то кумиры, это для меня в основном разного рода философы, аскеты, праведники и так далее. То есть я их труды читаю и стараюсь в этом направлении двигаться, следовать. Их беру в пример. Ну или какие-то люди иногда, когда вот попадается какая-то бизнес-книга крутая, и я вижу, как человек был заряжен, и он для меня становится кумиром, опять-таки, не с точки зрения образа жизни, а с точки зрения, например, масштаба его целей, масштаба его видения, подходу именно к работе. Вот именно как есть бизнес-кумир, там есть кино-кумир, а есть там жизнь-кумир. Поэтому у меня они так разделяются. Я от каждого беру что-то свое. Для меня счастье, наверное, это внутренний покой, внутреннее спокойствие. Когда тебя не раздирает в разные стороны от сомнений, от депрессии, от каких-то вот этих постоянно непонятных событий, когда тебя не угнетает неудача или потеря, а когда тебе в любом состоянии ровно. То есть случилась беда, ты терпишь. Случилось что-то хорошее, ты благодаришь за то, что случилось что-то хорошее. Но ты при этом абсолютно спокоен внутри. Вот это для меня счастье, наверное. Это вот внутреннее спокойствие, гармония, тишина. Как-то так. Читать. Единственный лайфхак, самый главный, наверное, это чтение. Простое элементарное правило 10 тысяч часов, которое говорит, что человек, любой выдающийся результат, будь то музыкант, ученый, актер, физик, хим, кто угодно, делает только когда количество часов перевалило за 10 тысяч. Как это было у Стива Джобса, как это было у Белла Гейтса, как было у группы Битлз и так далее. Мне, например, сейчас 27. 10 тысяч часов для меня, это мне, например, 32-33. А для них, например, если ему 15, это 21. Это офигенное преимущество. То есть он может сейчас уже читать, закладывать вот этот час за часом, пока вот эти 10 тысяч часов не выльются во что-то ощутимое, что можно будет увидеть воочию. А это как раз возможно будет только если человек либо практикуется над тем, что он уже делает, и он, например, нашел себя. Он точно знает, что он хочет быть музыкантом, предположим, или архитектором. Он вот с этого возраста только это и делает. А если он пока потерян и не знает, то единственный способ это что-то понять, это читать. Единственное, что может вывести и из депрессии, и помочь разобраться, чем тебе заниматься по жизни, и привести мысли в порядок. Это вот для меня это чтение. Не учи других жить. Вот это, наверное, совет, который я бы дал самому себе в детстве. И последнее, что я хочу сказать, наверное, пожелать, поскольку я уже свою кинокарьеру заканчиваю, то у вас есть возможность посмотреть со мной, можно сказать, предпоследнюю мою роль в кино, которую я сыграл в Чернобыле. Чернобыль, он выйдет у нас 19 сентября на ТНТ-премьер. Это моя предпоследняя роль, и больше я сниматься в кино не буду. Поэтому можете со мной попрощаться вместе с этим фильмом, и потом с еще одним, о котором вы узнаете позже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok